приветствую друзья это аудитория МКЗ место где мы охотимся на знания в разных сферах нашей жизни а тем что поймаем с удовольствием делимся с вами так как качественные знания формируют качественное будущее наш youtube канал изначально делал ставку на образовательные и просветительские программы с участием не только казахстанских но и зарубежных экспертов которые могли бы поделиться своим опытом и конкретными рекомендациями и для реформирования в том числе казахстана и таких экспертов у нас было уже немало сегодня я рад представить вашему вниманию нашего нового интересного гостя это пьётр кульпа директор программы школа министров киевской школе государственного управления он также является аудитором юридическим советником департамента стратегии высшего органа аудита польши он был министром труда а также бывшим заместителем министра экономики польши он был генеральным директором польской системы публичного здравоохранения и председателем правительственного комитета по реформе медицинского страхования также наш гость работал во многих странах экспертом международной организации труда мировой организации здравоохранения совета европы а 2014 году руководил украине проектом европейского союза по реформе государственной службы украины интервью с ним подготовил мой коллега экономист рахимбек абдрахманов которого подписчики нашего канала очень хорошо знает по интересным интервью с экспертами из разных стран в этой беседе который хотел бы представить вашему вниманию было интересно узнать о позиции польши по отношению к войне в украине о том почему геополитический казахстан очень похож на польшу наш польский эксперт подел сомнениям о том как действовать казахстану в условиях санкционной войны и меняющейся геополитической конъюнктуры был сделан акцент на опыте работы верховной контрольной палаты польши который может проверять деятельность всех без исключения представителей власти а также предлагать законы которые призваны ликвидировать коррупционные схемы и потери чтобы повысить эффективность работы государственного аппарата уверен что это интервью заинтересует как тех кто увлекается международной политикой так и тех кто ищет ответ на вопрос о том с чего начать и как проводить казахстане политическую реформу и реформу государственного управления добрый день пётр я очень признателен да что у нас получилось с вами встретиться чтобы выбрали время потому что беседа у нас я думаю будет очень содержательная вы человек с очень серьезным опытом вы были министром труда в польше также вы были замминистра экономики и кроме этого вы работали в совете на то в совете европы в украине вы возглавляли совет по реформам 2014 году и этим ваш бэкграунд ваши регалии не ограничиваются да я думаю что мы в процессе разговора этого диалога а также в процессе других я надеюсь диалогов которые нам с вами удастся записать это все проговорим хотел бы нашу беседу начать с того да вот наверное не с нашего не с нашей главной темы сегодняшнего интервью а с того с тех событий которые сегодня складываются в украине вы находитесь сейчас в польше же верно сейчас больше да до этого да вы не понаслышке знаете что сейчас происходит в украине это спровоцировала серьезную волну санкций против россии до которые так или иначе затрагивают казахстан до дна мы еще не увидели то есть эти санкции мы пока прочувствовали только в начале такой начальный период да мы с ними только знакомимся через девальвацию через инфляцию остановку некоторых производств да но я думаю что эти санкции будут только усугублять наши и без того не очень хорошее социально-экономическое положение как бы вы откомментировали вот тот вопрос как в этой ситуации быть казахстану да какие альтернативы есть у казахстана альтернативные варианты развития событий как мы можем действовать в этих условиях учитывая то что мы являемся частью российского договора коллективной безопасности то есть российской зоны безопасности и частью евразес экономической зоны которую мы в которой мы находимся вместе с россией добрый день просто хочу сказать что очень симпатичная с польской перспективы страна просто страна которая да если посмотреть реально за 20 век не смотря на трагедию которая случилась связи с ходом большевизма и так далее так далее да этих страданий который народ в целом казахский народ достиг велик и высший во первых смотрите были времена когда на территории страны казахстан было меньше 30 процентов сегодня это 70 есть суверенитет есть страна смотря на вопрос на Украины я под такие противо стаясье чувства за одной стороны скорби людей ну я жил последние три года в Украине места которые знали в которых был уничтожены люди просто это скорби это это меня подавляет с другой стороны невероятная радость от того что украинцы отстояли свою независимость и в этой войне уже победили что касается санкции это один из стратегических моментов которые будут определять дальнейший ход событий потому что независимо в этой войне Украина отобьет всю свою территорию или потеряет еще кусок территории на самом деле это не имеет значения потому что никто не снимет железного занавеса санкции пока Россия не начнет признать международные права пока не вернет другим того что было насильственным путем заварованным и поскольку готовности пока будет последняя ракета для того чтобы такое одобрять в России навряд ли будет Россия превращается в изолированную страну типа Северной Кореи это неизбежно потому что с точки зрения даже такой страны которая далеко не богатая как Польша люди готовы поверьте заплатить два раза три раза больше за газ какое то время да чтобы не соглашаться на то на ту политику на разрушение системы безопасности которые которые создаются вот потому что безопасность это основной товар который необходим для того чтобы производить все всякие любые другие товары без безопасности нет ничего я хочу сказать так что Казахстан геополитический каком-то плане очень сильно похож на Польшу хочу вам сказать про польскую геополитику польская геополитика основана на двух принципах первый это на глубоком осознании что у нас нет собственных фундаментах суверенитета чтобы Польша могла быть собственной суверенной страной она должна быть сильнее или России или Германии а поскольку Польша слабее так Германии как Россия да ее суверенитет основан на внешних гарантиях на международном праве порядке на на скажем до второй мировой войны на Великой Британии да и Франции гарантиях сейчас на американских гарантиях мы находимся геополитически в зоне разрушения где большие державы всегда всегда все войны да это наши территории это Польша это современная Беларусь Украина и второй принцип политики что если ты являешься соседем России твой страх всегда должен быть пять раз сильнее чем твоя задача даже самые выгодные сделки на из-за именно вопроса безопасности отклонялись потому что это опасно потому что что для русских властей в истории ценность человеческой жизни материальная ценность имела второстепенное значение первостепенное значение имела просто физическая власть да чтобы можно было издеваться чем угодно поэтому не стоит ради мелких вещей которые можно компенсировать тем более что беда на самом деле не является сегодня проблемой любой хорошо организованной страны вот и думаю когда смотрю на Казахстан который имеет самую длинную границу вообще какая есть на земле понимает исторические условия понимает те угрозы которые происходили из Москвы в сторону Казахстана что так для нас как и для вас сохранение собственного суверенитета это то что объединяет элиты как и народ как бы внутри дома не было чтобы не происходило да дальше смотрите в истории бывают разные моменты например сорок пятого по восемьдесят девятый год была полская народная республика которая была просто колонии советского союза но она тоже имела свою ценность потому что сохранился язык культура можно было людей выращивать да которые можно было даже если это все было бессмысленно экономически убийственно да все равно это была ценность потому что далала возможности выживать народу в тех условиях которые были и просто что хочу сказать что главная главная мысль такая что не имеет потому что санкции это в пересчёты например на что то там стоит столько или столько и так далее так далее это третье степенные вопросы надо помнить об одном самом главе что единственное смотрите источником богатства благополучия суверенитета независимости не являются естественные ресурсы смотрите в россии их много в японии вообще нет но япония является богатой страны тоже нетруд страны в которых все работа начинает жить и заканчивая стариками это бедные страны тоже не капитал капитала на земле очень много и приземница даже на пустыню если есть возможности его переумножения тоже не технологии но ухау это производная капитала то у которого капитал может это приобрести единственным источником богатства является организация тот кто выше организован высоко организованные системы которые используют ресурсы которые у них есть прежде всего человеческие я считаю что это ситуация которая сейчас возникла это глубокая перемена для политики на всей земле потому что россия которая хотела быть главным актором в евразии будет изолирована и исчезнет как фактор влияния на других и это обозначает что просто будет в мире нету пустоты появляется сразу место на друг на других актеров и на другие методы организации этого огромного пространства и думаю я это написал в своей анализе когда понял что украина эту войну выиграл на это уже четвертого дня войны увидел когда увидел организацию системы когда увидел что никто не сдается когда увидел что нету никаких сомнений в центре политической власти что все едины народ власти все органы далее и и солидарной людей когда это увидел понял что там не 200 не 300 не 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 путем людей соудат примитивных не в состоянии подчинить себе этого народа значит украина выиграла это меняет геополитику и думаю что в этой системе системе, в новой системе, Казахстан получит огромнейшие возможности. Эти возможности будут связаны с использованием ресурсов культуры. Из языка, просто культуры, которая отличается от того, что представляла собой Россия и от того, что представляет собой Китай. Так что не думайте про санкции. Они Казахстана не касаются. Мир смотрит на Казахстан так, как мне кажется. Смотрел на Польскую Народную Республику, которую все понимали, что из-за... У нас говорят в Польше, что не будем копаться злошачь. Просто у нее копыта посильнее. Мы принимаем те условия, которые есть сегодня. Но делаем все, чтобы продолжать шансы для своего народа выживать в будущем. Потому что народ объединяет тех, которые ушли, тех, которые есть и те, которые придут. И в ответственных странах это понимают. В странах типа России этого не понимают. Жизнь вот здесь и сейчас. И ничего больше. Да, да. Спасибо большое за ответ. Мой резюме такое, что Казахстану все-таки в этих условиях лучше сконцентрироваться на внутренних вопросах. Качество государственного управления, культура, язык, внутренние источники силы, экономика, безусловно. Просто думаю, что первое, это невестисная жадность. Потому что попытка спасать Россию от санкций и так далее, так далее, будет связана с жадностью, которая нету бесплатных планций на этой земле. Жадность или страх? За всю. Да. Жадность или страх. Да. Я думаю, что страх. Потому что надо смотреть, где играй. Или играем в длинную, да, и что-то выигрываем, да. Или играем в короткую, чтобы пять копеек выиграть. Да. Совершенно верно. Да. И просто надо это видеть. Надо видеть, что здесь судьбы народа. Я думаю, что те заявления, которые пошли с Казахстана, то, что сказал ваш президент, очень положительно. Очень положительно, да. Потому что признание суверенитета над международной признанной территорией Украины, да, со стороны страны, как Казахстан, который находится в определенных политических условиях, связан договорами и так далее. Несмотря на это, такую позицию откровенно занимает от уважения. И думаю, что уважение настолько намного глубже. Потому что мне кажется, что это отражает то, что люди думают на улице. Вот. Да. Совершенно верно. Спасибо большое за ответ. Я думаю, что его услышат те наши зрители, которые так или иначе относятся к принятию государственных решений. И, возможно, ваши слова в том числе повлияют на их дальнейшие действия. Да. Теперь хотелось бы перейти к основной части нашего с вами диалога. Вы были аудитором Верховной контрольной палаты Польши. В Польше это очень могущественный орган, который контролирует не только государственные финансы, он также контролирует процессы. Процессы, которые происходят в тех организациях, которые так или иначе связаны с государственными финансами. Он контролирует то, насколько, как я понимаю, как я вот изучил деятельность этой организации, некоторые отчеты просмотреть удалось на сайте Верховной палаты, НИК так называемый. Как я понимаю, Верховная палата работает там, где есть какие-то проблемы. Проблемы в организации, дублирование функций, раздутый штат. Возможно, какие-то процессы, которые так или иначе приводят к коррупционным издержкам. То есть, деятельность НИКа, в отличие от, допустим, такого органа, как у нас, у нас есть аналог, это счетный комитет, который также контролирует республиканский бюджет, его расходование, но деятельность у него сводится к тому, чтобы контролировать исполнение бюджета и контролировать правильность составления документов, бухгалтерский баланс, финансовые отчеты и так далее. То есть, за рамки этого наш счетный комитет практически не выходит. В то же время, НИК работает более шире, гораздо шире. Есть кейс со школами, я думаю, что мы с вами сегодня это тоже проговорим. Насколько мне известно, НИК, это когда идет с проверкой НИК в любое министерство, школу, больницу и так далее, это просто кошмар для чиновников. Вот вы можете рассказать подробнее о деятельности этой структуры и почему НИК сегодня так боятся чиновники и все те, кто связан с государственным бюджетом и даже предприниматели, которые так или иначе осваивают государственный бюджет? Я скажу так. Вопрос поставлен таким образом, что он вообще, ну вообще, ну то, что это поверхность. Хочу сказать то, что ты сказал. Смотри, вопрос в том, что если возьмем страны на земле, будут страны без президентов, есть страны без парламентов, есть страны без королей, без центральных банков, Черногория например, нет ни одной страны без высшего органа аудита. Это суть, корень любой государственности. С точки зрения государства это самый важный орган. Об этом не говорят, поскольку организация является единственным источником богатства. В этой войне за организацию победу получаем двумя способами. Или поднимаем собственный уровень организации, или плохо организуем того, кого хотим контролировать. Война идет на самом деле на этом уровне. И многие не осознают значения этого органа. Смотрите, в Польше, Польша получила независимость в 18-м году. Власти пришел Юзеф Пиусуцкий, который был единственным органом страны начальником государства. Не было еще парламента, не было. Никого не было. Первый орган, который создал Пиусуцкий, была Найвыжшая Изба Контроля. Потому что государственность начинается с понимания, что происходит с ресурсами в моей стране. Без этого сразу начинаются дисфункции, значит обеднение, значит кормим других. И здесь вопрос не в контроле. Если хочешь понять, чем является ник, он является фотографом. Его задача делать панорамные фотографии в действительности. Потому что смотри, хочешь решить, потому что любая проблема, которая есть в государстве, она имеет горизонтальную структуру. Например, хочешь решить вопрос, чтобы меньше людей гибло на дорогах. Да. Нужен тебе кто? Министр инфраструктуры, который отвечает, как строят все дороги. Нужен тебе министр образования, как готовят людей, чтобы пользоваться дорогами шоферов и так далее. Нужен тебе министр, который отвечает за палитку, как они решают на дорогах. Нужен тебе министр инфраструктуры, как будем наказывать за тех, которые не решают. Нужен тебе министр здравоохранения, который решает, как быстро, скоро приезжает куда человеку везет, что он получает после случая. Короче, этот вопрос, уменьшить количество жертв на дорогах, нуждается в панорамной снимке того, чем занимаются органы, которые на это влияют. Поэтому возникает аудитар, орган, и приходят аудитары, и делают. И таких вопросов очень много. Здесь не вопрос подсчетов. В современном мире, чтобы увидеть, сколько какой орган на что потратил, это в казначействе среднего уровня чиновник получает. Если высший орган аудита этим занимается, это потеря ресурсов. Высший орган аудита должен идентифицировать, вслушиваться, о чем люди говорят, что их волнует, какая у них проблема. Дальше. Что амбудсмен? Потому что амбудсмен, человек, который занимается вопросами людей, он не имеет исполнительных органов. Но он может обратиться к другим органам. Короче, что он говорит? Что говорят парламентари, которые встречаются с людьми, если возникает какая-то проблема? И потом делать снимок, фотографии, делать предложения. Даже полский ник делает предложения, какие законы надо поменять, чтобы этот вопрос решить. И этим образом совершенствует организация. Ник или высший орган аудита в любой стране он главный почему? Потому что он является визитной карточкой организации государства. Мне не надо смотреть, как выглядит государство. Мне надо исключительно знать, какие по бумагам реальные полномочия этого органа. Потому что он не имеет никаких административных полномочий. Ник, нельзя предъявить никаких претензий, потому что приходят, делают снимок. Но к фотографу нет у нас претензий, правда? Как наши лица выглядят. Это какой реальный уровень полномочий и какой реальный уровень независимости. Потому что если орган является зависимым, эти фотографии не будут настоящими. Эта информация, она ключевая, независимая от строя страны. Она так нужна в демокрации. В демокрации, когда человеку перед тем, когда пойти на голосование. Надо знать, как выглядят обстоятельства в тех вопросах, которые ему интересны. Например, в Польше. Если в Ник, зайдешь любая тема, которая Ник, а все темы, которые Ник делает, а не по закону, освещаются и нет у президента Ника больше информации, чем у простого гражданина. Он получает эту информацию, например, если ты заберешь в интернете финансирование спорта в маленьких селах в Польше. Сразу выскочат аудиты за последние 15 лет. Любой чиновник, который приходит на должность, видит, чем будет заниматься, вбивает эту тему, читает все проблемы, он сразу все знает, как выглядит ситуация. Это обозначает. Если, например, я люблю экологию, хочу знать про охрану деревьев в городах, выскакивают аудиты по этому вопросу. Я могу оценивать публичную власть с точки зрения реальности. Дальше. Этот орган, на самом деле, его уровень доверия государственности измеряется имя на кэрпуа, доверия к этому органу, потому что он не задействован в никакую политику. И вопрос такой, доверяешь? А почему там Ника или нет? В Польше уровень доверия к НИКу высшему органу аудита выше чем любой церкви, выше чем к армии, полиции, на уровне 70%. Вот это уровень, это сила государства, социальный капитал. Поэтому с точки зрения высшего органа аудита есть только два риска. Первый риск, что никто не знает, что есть такой орган. И второй риск, что не доверяют. Поэтому пока на этой фотографии что-то нарисуют, проверяют 10 раз и делают это аудитори независимые, высокооплачиваемые. Например, я до сих пор являюсь аудитором, да, высшего органа аудита. Зарплата моя не зависит. Премия, да, но зарплата моя не зависит от желания президента. Чтобы меня освободить с работы, процедура 5 лет, а у президента срок 6 лет. Нереально. Полная независимость. Плюс внутренняя культура людей, которые понимают, за что отвечают. За правду в государстве. Это в демократии. А посмотрите в диктатуре. Если бы, например, в России, да, только этот один орган работал и показывал Путину, что 70% денег на армию разворовываются, что как выглядят дела, да, хотя бы у него была бы информация реальная. И он бы не напал на Украину, потому что понимал бы, что ресурсов недостаточно. Например, дальше. Этот орган, он является двигателем изменений. Нельзя сделать прогресса, потому что никто не является дальше своей цели, чем тот, кто ее не знает. Если не знаем, какие проблемы реально есть в стране, как реально выглядят обстоятельства, мы не в состоянии этого менять. И этот орган является визитной карточкой любой государственности. Например, если страна, скажу такую мысль, что высший орган аудита, о, по-другому, смотри, вот у тебя предложение на бирже купить акции какой-то фирмы. Ты купил бы, не зная, что эта фирма не проверяла с независимыми аудитами. Кота в мешке. Нет, не купил бы. Или купил бы, но цена была бы, не отвечала бы стоимость. Ну да, я бы заложил, потому что, да, цена была бы ниже за счет риска. На самом деле, в историческом плане, сколько страны платят за обслуживание своего внешнего доуга, очень чистенько коррелируется с уровнем независимости и реальных полномочий высшего органа аудита в этой стране. Это самый важный орган. Еще раз. Если соглашаемся, что единственным источником богатства является организация, это единственный орган, который по конституции в состоянии давать другим указания, как должны организоваться. Потому что, как тратят деньги, да, это ничего другое, да, как показывать, как должны организоваться. Вот это просто, что хочу сказать, в Казахстане это плохо выглядит, не деятельность органа, я к этому не отношусь. Но то, что у этого органа на уровне конституции нет гаранции независимости, что это даже не закона регулируется. Потому что есть перечень закона, в который может принимать парламент, да, я читал конституцию. И там этого нет, слова нет, понимаете? А это должны быть конституционные гарантии. Например, в Польше глава этого органа выбирается парламентом на 6 лет и снять его намного сложнее, чем президентом. практически невозможно. Чтобы этот человек не боялся, что ему что-то сделают, потому что он должен проверять спецслужбы, он должен проверять генерала, он должен проверять чиновников президента, он должен дать правду про то, как есть. Вот этот момент очень важный и все это регулируется Лимской Конвенцией Организации Объединенных Наций. Хватит принять 10 пунктов Лимской Конвенции, чтобы поднять уровень Организации государства на несколько раз. И это независимо от строя. Это так выгодно диктатору, так как и в демократии, хотя обычно правды больше боятся диктаторы, чем люди. Эффективность Ника получается складывается из трех основных факторов. Это независимость ни от кого, ни от президента, ни от администрации президента, ни от парламента, ни от премьер-министра. Это профессионализм, что значит НИК вовлекает в свою орбиту, то есть НИК использует ресурсы людей высокопрофессиональных. И третье это широкие полномочия. Как я понимаю, из чего складывается. эти три момента. Эти три момента. И просто то, что сказал так. удаляется быть аудитером сотрудники, потому что говорить. Это все люди аппарата, люди, которые думают категориями благополучия своей страны. как НИК добивается того, что в его деятельность вовлекаются высокие профессионалы, которые не только имеют хорошую репутацию, я так понимаю, что в НИКе не работает людей, у которых так или иначе подмочена репутация, которые имеют не только хорошую репутацию, высокий профессионализм, бэкграунд довольно-таки вдушительный, но также и разделяют ценности этой организации. ценности в том, чтобы честно, добросовестно исполнять функции контроля от высшей избы контроля, от НИКа. Как получается это? Окей. Во-первых, очень сложно стать сотрудником НИКа. Почему? Потому что экзамены, короче, организация так создана, например, мне, если я меня сделаю членом комиссии, которая принимает людей на работу, я свободный человек, который уважает свою работу и который хочет, чтобы сотрудничать. И в этой комиссии будет семь человек, которые таких же позиций, которые взаимно уважают друг друга за свой профессионализм. Короче, от Бога. этапа первая. Дальше. Второе. Человек принят на работу в НИКе. Он не получает сразу гаранции, что до пенсии может быть аудитором. Нет. Он получает три года на то, чтобы сдать государственный экзамен внутренний. И НИК ему предоставляет практически год возможности учиться и потом приступить к этому экзамену, который тоже сможет. Дальше. Где-то 10% рабочего времени предусмотрено на повышение квалификации. потому что от качества людей зависит. Просто это в НИКе работать скучно. Потому что смотрите, человек, который приходит на работу, является аудитором. у него есть компетенции и так далее, но он в принципе чем занимается? Планированием и выполнением контроля и аудиторов. Так что много обучений, много возможностей. И здесь как добиться? Ну, прежде всего, что людей привлекает? Привлекает независимость. В том смысле, что, например, с точки зрения, когда идет аудит, аудитар имеет право прослушать премьер-министра. Большего премьер-министра. Имеет право знать правду, потому что его задача достичь. Причем это не делается так, что какой-то аудитар может там что-то разрешать. Нет. Есть план аудита, который предусматривает, что делаем, какие цели хотим достичь и так далее, и так далее. Именно отбор у аудитара есть иммунитет. Нельзя привлечь аудитара к ответственности за служебные действия без согласия палаты, потому что эта изба это палата, без согласия палаты. А независимость палаты обеспечивает факт, что в ее состав по 50% входят аудитары и 50% это внешние профессора права и экономии, авторитеты. И они в секретном голосовании принимают решение, нарушил аудитар или не нарушил. Это этика. Прежде всего это среда плюс процесс. Этого не сделать за год или два. Если есть желание, при помощи этого одного инструмента можно поднять стратегический успех страны в несколько десятков раз. Потому что задача это смотреть на вопрос несаблюдения законов таких других. Это момент одни. Как другие, например, решают данный вопрос. Зачем мы при помощи молотка хотим лечить зубы? Ну, да. Да. Совершенно согласен. Чтобы наши зрители лучше понимали то, как работает НИК, я думаю, что можно продемонстрировать один простой кейс, как случай со школами. Когда хотели делать школу для детей, просто дам несколько примеров. Смотрите. Во-первых, idiotизм, он намного для страны опаснее чем воровство. Намного. Вот строили в автобаны. И в законе было написано, что там, где могут жить люди, надо строить эти глушительные блокады, да, с одной другого стороны. Это очень сильно удараживает. Если проедете из Warszawy в Лодь, тогда на дистанции 150 километров этих глушителей будет больше, чем между этой Лодзей или Сабона. Что оказалось? Оказалось, что просто какой-то лапест, производитель этого, вписал в закон, что надо строить там, где могут жить люди. А где люди могут жить? Люди могут жить здесь, правда? Короче, никто сделал аудит, показал это, убрал. Второй момент, например, со школами. Хотели вести школу с 6 лет. Родители делали против, что школы неподготовленные. Ник сделал аудит в школу. И оказалось, что там практически половина школ в чем-то отсталала. Нету теплой воды, подумывальники слишком высоко и так далее. Ник сделал аудит, никого не обижая, сделал этот аудит и показал. И потом президент отчет послал всем, которые отвечают в Польше за школу. На уровне ОТГ, местного самоуправления, в области министрам, всем возможно. Говоря, что через полгода сделает следующий аудит. Повторно. Через полгода делает аудит, берет снова статистически другие там 500 школ, да, и оказывается, что 97% в школу подготовлены. Вести упоя, вода есть подумывальники. Вот таким образом меняется действительность. Просто хочу сказать такое, что очень глубоко в странах, в Польше, так было, а думай уж, что в Казахстане, просто непонимание разницы между контролером и аудитаром. Потому что в старой системе нашей контроли делались против кого-то. А у нас аудиты делаются ради чего-то, чтобы что-то поменять к лучшему. Делаем аудиты, если видим, что какая-то организация внедрила что-то положительное. Делаются аудиты только ради того, чтобы распространить этот опыт. Положительный опыт. Да. Аудитар, вот, например, там, честность аудитара, нечестность аудитара, поверьте, тоже не имеет значения. Потому что, когда делаете аудит 500 школ, предположим, даже если нашелся какой-то аудитар, у него нет мотива быть нечестным, но если бы хотел написать, что там был подумывальник, а его не было, это не поменяет общую картину. Нам интересна общая картина. Ник находит, конечно, место, где кто-то что-то своровал. Но даже этим не хвастается. Потому что это задача прокурора в полиции. Не аудитар. Конституционного органа, который отвечает за стратегическое развитие и направление развития страны. Ну, как вы говорили в одном из интервью, когда где-то кто-то что-то ворует, это проблема не в том, что человек коррупционер, а проблема в том, что государство не доработало процессы, которые позволяют воровать. Да, поэтому в Нике люди не радуются от того, что нашли вора, а радуются от того, что нашли место, где воровство было возможным. Вот. Я всегда говорю, что государство, просто если возьмем, потому что очень часто я в Украине видел поиски честного человека, который придет, да, и в отличие от других, да, придет и не будет воровать, типа. Я говорю, посмотрите на Макдональдс. Пусть вор придет работать в Макдональдс, но сворует один, два, три, пять бутербродов, а потом раньше и позже его найдут, да, потом сделают снимок ему, повесят на стене, выгонят, да, и этот снимок его, пять лет еще будет других пугать, и этим образом он тоже будет работать на Макдональдс. В принципе, хорошая организация, да, не зависит от того, что человеку хочется, а не хочется, потому что отношения между человеком и организацией неравноправной. Человек, хотим этого или нет, вынужден принимать процедуры, которые организация создает. И есть у него два, две возможности. Или организация одобряет способ, по которому он работает, или его выбрасывает. Но все, независимо, человек является уборщицей или Сталином, должны делать то, чего требует организация. И наказание есть одно из двух. Или его выбрасывают, или организация разваливается. Очень интересный пример со школами, потому что за полгода Ник изменил процессы в масштабах страны. таких примеров десятки, сотни. Это процесс развития Польши. Я скажу по-другому. Смотрите, любая политическая , которая идет, она освещается фактами, а факты берутся из отчетов Ник, потому что в Польше уровень доверия общественного отчетом НИКа настолько высокий, что политики не смеют говорить, что это неправда и так далее. Это компрометация политика. Если говорить, что в отчете НИКа написано неправда. Сразу. Это обозначает, что политики заставлены говорить про факты и про решения. И если посмотрите на реальное влияние, это 50% вообще любой информации, которая в общественном пространстве про Польшу источником является отчет НИКа. Любая организация. Все на это ссылаются и это является консенсусом. Никто не говорит нам как есть рассказы, разные сказки. Все знают как есть, говорим что делать. База НИКа, база отчетов, она снижает возможность для каких-то политических спекуляций, потому что все факты налицо. Это не та статистика... Популизма нету. Это не та статистика, которую могут нарисовать для каких-то политических целей, а это реальные факты, как вы говорите, снимки. И таким образом очень много вопросов снимается как в государственных органах, так и в обществе, потому что общество реально видит проблемы и реально видит, что государство их не только не пытается скрыть, но и выставляет на показ и решает. популизм это хороший залог того, что люди меньше будут доверять тому политику, который будет говорить какие-то вещи, которые он не сможет реализовать. и поэтому я думаю, что здесь образование играет очень важную роль. Я скажу так, что во-первых, очень сложно, потому что популизм, он не только на обещаниях, а на уменьшении просто противникам политическим сложнее говорить неправду про своих попередников. В Польше шутка есть, что самую сложную политическую ситуацию имел первый князь в Польше, Мешко первый. Я спросил, а почему? Не на кого было скинуть. Да, это тоже проблема. У нас это не проблема. У нас всегда найдется крайний и государственный штат у нас очень раздут. Я думаю, что пока эти проблемы не будут сняты, пока у нас не будет свой ник, необходимость которого я понимаю, что сегодня это просто вопрос государственной безопасности. У вас есть высший орган аудита, потому что он есть в любой стране. У вас есть. Он просто говорил, должен иметь конструкционные основы существования, конструкционную основу независимости и полномочия. Например, ник в Польшу единственная тайна, которой ник не может проникнуть это статистическая. Не знаю почему, но ко всем остальным вопросам, банковские, спецслужбы, что угодно, ник может получить доступ, что угодно. Ник имеет полномочия прослушивать как прокурор и просто вызвать, например, премьер-министра или министра как свидетеля. Если тот будет врать, это статья уголовная. Просто имеет все возможности спрашивать, что произошло с любой публичной копейкой. С любой. Не в бюджете, а везде. потому что кроме бюджета администрация в состоянии создавать фонды, потом смешивать их с частными деньгами и так далее. Просто возможность дойти любой это сразу повышает финансовую эффективность страны, потому что люди, зная, куда идут деньги с налогами, намного более готовы не бежать с налогами в серую зону и так далее. Да, с этим трудно не согласиться. Теперь я предлагаю обсудить немножко другой вопрос. У вас есть такое утверждение, очень сильное утверждение, что если народ не доверяет своей власти, он начинает доверять чужой власти. Вместе с тем у вас есть и другое утверждение, то, что главная цель агрессора внешнего, внутреннего это подорвать доверие общества к государственным институтам. Казахстан прошел через это. В Казахстане доверие общества к государственным институтам подрывается уже не первое десятилетие. Проблема это, естественно, коррупция, это отсутствие ротации элит, свободы выбора, фаворитизм при назначении на важные государственные органы, монополизация важнейших сфер экономики, обеднение населения, которое как производное от вот этих процессов возникает. И, соответственно, уровень доверия населения к тому, что делает государство сегодня очень низок. И апогея или кульминации он достиг в январе этого года, когда протесты переросли в массовые стихийные просто потому, что не было канала в связи между обществом и государством, потому что не было недоверия и, соответственно, любые контакты были разрушены, любые каналы коммуникации были разрушены. Вопрос будет заключаться в следующем. Как вы считаете, вот как человек, который имеет достаточный опыт в реформировании государственной службы, государственного управления, с чего Казахстану нужно начинать большую реформу государственного управления? Это либо будет люстрация, как, по примеру, Грузии, Германии, Польши, Словакии, либо можно все-таки добиться какого-то значительного эффекта в условиях действующего государственного аппарата? Я думаю, что прежде всего надо ответить себе на вопрос, какая есть политическая воля. Потому что, смотрите, любая власть, какая бы ни была на этой земле, ее целью является стабильность. Ее стабильность. И просто tragedия человечества в том, что, когда люди получают права, они разрушают стабильность власти. Поэтому первая система создания стабильности власти это было уничтожение дохода. начали строить пирамиды, стены. Короче, люди поколениями работали, теми же самыми молотками. И бедность, бедность людей является залогом стабильности власти. Короче, в таких системах бедность не является последствием коррупции чего-то, а является истинной целью. Потому что только в такой системе, когда люди думают о том, как выживать завтра, такая власть может быть стабильной. Потом появилась другая. И там, где территория, там обычно территориальные страны, имеют стремление идти в этом направлении. Потом появилась другая система, потому что появились феники европейцы, которые придумали деньги, появился кредит и начали спрашивать, зачем людей держать в этой счете, в этом унижении. Дать им хорошие дороги, дать им хорошие редваны, дать им хорошие дворцы, бассейны, но в кредите. Тот, кто платит кредит, стабилизирует власть, зная, что если власть будет нестабильной, цена кредита пойдет вверх и он потеряет все, что у него есть. И это возникло в тех системах, которые называют морскими. На самом деле суть той или другой системы не зависит от места положения. Смотрите, Швейцария не имеет доступа к морю, а страна основана на кредите, потому что это система власти определяет. Если система территориальная, как в России, как может быть в Казахстане, как во многих других странах, которые вышли, просто в таких странах задача элиты это создавать бедных, богатеть и богатство увозить за рубеж, потому что если вкладывать во внутри, тогда люди бы разбогатели и власть была бы менее стабильной. Понимаете? Это история территориальных стран. Там никогда не будет развития настоящего. Будут патронки новские сила, будет показуха, будет дамы дамам, будет идеология угрозы, что кто хочет на нас напасть и так далее, чтобы у нас своровать наш смрад. Будет сознать условия жизни таких, чтобы человеку не хотел жить, чтобы был готов умирать. Так пустос на мяск. Вот. В такой стране нету настоящего образования, потому что настоящего образования, оно должно учить людей учиться. А в таких странах производят учителей. Выйдите на улицу, взрывайте, что не так, сразу найдется 10 тех, которые вам расскажут, как жить. Да, это правда. Да, просто это две разных системы. Короче, когда говорим про службу, надо себе ответить на вопрос, какой страной хотим быть. Хотим быть страной, которой человек является ценностью. Смотрите, вас 18 миллионов. Это мало. Короче, вы, как народ, чтобы выжить, на первую цель должны ставлять казаха, человека. Я говорю, не в национальном, а в политическом смысле, гражданина Казахстана, чтобы он был высокообразован, чтобы он в цепи разделения труда на земле был на высоком месте, чтобы он хотел, чтобы его дети там жили. Если пойти по тем, что производим, пушечное мясо, и не употребляем его на войне только потому, что слишком их мало, и слишком слабые, это раньше или позже закончится так, как кончилось везде, в других местах. Потому, что суть наша, как людей, она не зависит от того, мы являемся поляками, казахами, русскими или французами. Это определяется структурой, которая имеет организация плюс территория. Казахстан, так мне кажется, сегодня имеет возможность именно из-за этих геополитических моментов, про которые говорили, выбора. Потому, что до сих пор в том положении между Китаем и Россией, обычная жертва приобретает форму хищников. Строй, и так далее, и так далее. Смотрите, Украина, олигархи, и так далее. Украина без олигарха бы не выжила. Но что украинцы сделали? Капировали русскую систему. Если бы Украина имела систему как польскую, где министр зарабатывали 2000 евро, русские бы купили это за копейки. Правда? Да. Они создали 5-7 олигархических структур, которые нельзя было купить этому, со скромностью, благодарностью, с пониманием. Мне кажется, что с консенсуса между властью и общества начинаются государства, договор, госслужба и все дальше. И не стоит, мне кажется, верить в то, что если завтра поменяется власть, поменяется структура, не поменяется. история знает тысячи примеров, когда Спартак сделал восстание рабов. Хотел ли он уничтожать рабство? Нет. Он хотел, чтобы римляне были рабами, он был царем. Это независимо от намерений, это структура. И стоит это делать деликатно, осторожно, умно. вкладывать в людей. У меня была встреча с очень важным человеком, из... не буду называть страны, но это уровень президента. И дамы, дамы, рассказывают сколько, да, сриллиона в целого, да? Я говорю, смотри, пойди в провинцию, посмотри, как живут вот эти простые люди. Это общий знаменатель того, чем является твой народ. хорошее резюме, да, пойди в провинцию, посмотри, как живут люди в селах, это и есть то, как на самом деле живет государство. общий, общий знаменатель того, кем ты есть. Да. Кем ты есть. интересный интересный тезис. и просто спрашиваю людей, которые здесь помогают, очень активные, кто их удивило больше всего. Думал, что скажут про дороги, что-то и так далее. Сказали, больше всего удивляет нас то, что когда сидим в коридоре, в административном учреждении, где регистрируют, номера дают и так далее, это после выезда просто, что чиновник, проходя, рядом с людьми говорят им первое, здравствуйте, потому что хозяином учреждений является гражданин. Они так научены. Для них нормально, что гражданин, который приходит. Потому что мэрия, которого выбирают, хочет быть популярным. Поэтому он своим чиновникам сказал быть вежливым в отношении к моим избирателям. Да, да. От этого вопроса начинается, что дальше с господной. Потому что на технократическом уровне можно сделать все. Вот так. Да, спасибо за ответ. Я, в принципе, ответом удовлетворен. Да, что можно работать и с тем, что есть. Главное, чтобы была политическая воля и главное, чтобы было понимание того, к чему мы хотим прийти. А вот я, чтобы... Понимание, понимание, что... чтобы власть и народ не смотрели на себя, как на врагов. Да, чтобы власть меньше боялась, да, а народ больше доверял. Я не верю в революции. Они всегда трагические, да. Общий знаменатель того, кем мы есть, да. и это даст результат. Организационные вопросы, конечно, можно решить все, но они второстепенные. Первое, с чего начинается наша страна. Такой вопрос. Чтобы... Да, я понимаю. Давайте тогда вот с этой стороны раскроем вот этот же вопрос. Если бы гипотетически вы бы стали премьер-министром Казахстана с широкими полномочиями и с полным карт-бланшем на проведение реформ, какие были бы ваши первые три действия? Премьер-министр Казахстана это человек, который по вашей конституции имеет полномочия вниз, да, но не вверх. Так что, что бы сделал... А если бы мы представим, если мы представим, что у вас есть полные, такие же полномочия, как и, скажем, в Великобритании у премьер-министра? Да. Просто думаю, что занимался, был в своей жизни директором департамента общественного диалога, там, где решались конфликты, да, такие, которые недавно были и так далее, и так далее. Я бы сделал простую реформу, чтобы в каждом административном, в каждой области, как минимум, да, возник круглый стол и, чтобы создать закон, в котором администрация обязана один раз в месяц встречаться со всеми неправительственными организациями, которые имеют определенным закону представительства, типа количество членов, или работодателей, правсоюзов, и была обязана сидеть и отвечать на вопросы, вести настоящий диалог, признавая их собъектность. И то же самое на центральном уровне. Это мадир Международной организации труда, она является двигателем экономического развития. Она будет создавать политическую культуру, уважения. И что бы сделал? Сделал бы какие-то объективные параметры, которые бы способствовали тому, чтобы чиновники не могли перебегать это. Чтобы оценка губернатора, там я не знаю, уда, или в районе начальников, зависила от того, как они умеют вести этот диалог. Какие вопросы они решили благодаря разговорам с людьми. Чтобы это оценивалось не ними, а людьми. Потому что реформатором не является тот, кто говорит про себе, что он реформатор. А это тот, про которого говорят, что он реформатор. Совершенно верно. Я просто конкретных вещей посмотрите, скажу так, если есть у нас еще время. У нас еще есть. Была страна Ирландия, страна Ирландия, 1987 год. Беднейшая страна в Евросоюзе. Беднее в пересчете на душе населения была только в Португалии. Забастовки. Дефицит биоджетный на уровне 20%. Доуг на уровне более 100% продукта. Ноли инвестиций и так далее, и так далее. Что происходит? Встречаются ирландцы, правсоюзы, работодатели и правительство. Договариваются так. Правсоюзы берут на себя обязательства, что будут, не будут допускать забастовок по истребованию роста зарплаты. Они за это отвечают. Не будут это делать, просто будут только добиваться того, что они вместе здесь договариваются. Работодатели получают возможность вместо 40% налога платить 15% при условии, что весь доход идет в создание новых рабочих мест. Не вытаскиваем ни копейки, если все вкладываешь в создание рабочих мест, не сплатишь вместо 40-15. А администрация согласилась на треть сократить свои расходы внутренние. Несколько лет спустя, сегодня, потому что это вопрос даже ни одного поколения, это половины поколения. Ирландия является второй после Люксембурга самой богатой страной в Европе. Концентрирует у себя все это было достигнуто благодаря диалогу общественной инженерии. Сила в договоре их подходит. Самые опасные это люди неполноценные. Неполноценный человек он опасен в тем, что он считает, чтобы ему было хорошо, ему должен быть хуже, что-то хуже не лох, хуже меня. Без лоха жизнь плоха. Вот он надувается, вот он представляется и так далее, и так далее, да? На самом деле наша жизнь состоит из окончации новых количества дней и заканчивается тем, что отключает нас от электричества. По сути, как бы человек не надувался, правда? Живем в пространстве, в котором можно прекрасно вместе сотрудничать, делать красивые вещи, в согласии, в признании. И просто опасные, неполноценные люди, а самые опасные, неполноценные чиновники, которые употребляют государственную власть, чтобы унижать другого. Да? Унижать достоинства человека, да? Потому что, ладно, если один боксер синие другого, при помощи своей физической силы унижает другого, да? Ну, можно сказать, что он это на тренировках заработал. Но если чиновник, употребляя государственную власть, употребляет ее для того, чтобы ставиться выше, просто что хочу сказать? Когда пойдете в учреждение, посмотрите, как министр, да, или вышестоящий относится к нижестоящим. Если увидите, что они к нему относятся как к Богу, типа, да, бегите оттуда, можете забыть, мертвые, можете это ликвидировать, такое учреждение, не теряя ничего, просто ликвидировать. Отличный тезис. Я думаю, что обязательно должны зрители его услышать и принять к сведению. Это очень интересный тезис. Настоящий лидер это такой, который создает людям, с которыми работает, радость делать красивые, хорошие вещи, потому что люди хотят на самом деле не страдать вынижением, что они ниже, не мечтать о том, что они станут выше, да, приносить в госслужбе ведовщину, но на самом деле так и есть. Так и есть, А просто радоваться. У меня счастье в жизни было, потому что у меня было счастье работать с великими людьми, которые именно таким образом воспринимали лидерство. Это дает возможность, открывает мышление, открывает с другой стороны сознание, скромность. Вы работали в команде Лешика Бальцировича, да? Извиняюсь, что перебил. Лешика Бальцировича нет, я чуть-чуть позже, но работал с Ежем Хауснером, работал с профессором Религией, про которого фильм Боки советую посмотреть, работал с Пшенком Билинским, ну, в момент ничего не говорят, просто с Кристофом Кристофом Квятковским. Ну, что-то говорят. С великим, да. Просто, просто с великими людьми, с которыми просто приятно быть. Да, и это, 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 это супер, это просто благодарность судьбе больше всего за это. Ну, вот интересный тезис. Нужно, чтобы оценить министра, нужно, в первую очередь, понять, а насколько с ним приятно находиться вместе, да? В одном помещении, в одной организации. Чуть-чуть по-другому. Если в окружении министра, если увидите, что министр ведет себя так, что он умный, а все вокруг него это драки, он придурок. Короче, первое, надо смотреть на окружение. Если окружение умнее его, значит, он самый умный. Это плюс. Прекрасно. Хорошие министры, понимают, что их сила это умение употреблять мозги, энергию людей, которые вокруг него. Короче, вот. Это человек, который умеет, во-первых, быть лидером для умных людей, которые умнее его. Вот. Это первое. Второе, думаю, скромность. Все великие люди, которые в жизни встретите, будут поражать вас своей скромностью. Потому что на нашей земле каждый борется за то, чего у него нет. за величием, да? Кто борется за величием? Пустяк, ништяк, шестерочка. Великий не борется. Богатый человек не будет показывать, какой он богат. Наоборот, будет скромным. богатством будет хвастаться тот, кто хочет быть богатым. Или который бедный просто. Потому что богатый человек это тот, у которого есть все необходимое здесь и сейчас, чтобы быть самым счастливым человеком на земле. А бедный это тот, которому чего-то не хватает. То, чего ему не хватает, прислоняет ему солнце, которое освещает то, что у него есть. Поэтому впечатление у него, что он дед. Это болезнь. Совершенно верно. Политика это еще и философия. Нужно читать великих и понимать. Чтобы понимать лучше политику и общество, нужно читать великих и понимать то, что они пишут. Скажу так, просто видно, например, примере того, что в России происходит, когда долго при власти нету ничего выше. просто человек теряет контроль. Есть примеры людей, Ли Куан Ю, многие люди, которые в разных системах очень долго были на самом верху историю. прошли хорошо в историю. Их основная церковь была скромность. Я вам скажу так, по-разному. была у меня возможность говорить с первым президентом Алиевым из Азербайджана. поражала его скромность. Скромность. Очень мне понравилось. Ум глубокий и так далее. Просто очень многие. Скромность, она важная. В таких культурах, как Азербайджан, может быть, Казахстан может быть в традиции непринято показывать скромность. Просто надутость, так далее. может быть стоит как-то по-другому посмотреть на эту культуру. Потому что когда человек изда гост публичных денег надувает свои шоки, чтобы показывать тем, которые его содержат. Что они никто, а он все. Это очень просто. И хотя бы здесь поменять хотя бы вид. Западные политики это желание успешно. Гораздо более успешнее, чем политики в СНГ. К сожалению, у нас поджимает время. Я надеюсь, что у нас с вами будет еще достаточно времени, чтобы записать новое интервью. Потому что та информация... Да, но у нас есть время еще для одного вопроса. Я бы хотел с вами поговорить о школе будущего, об институте будущего и о Киевской школе государственного управления и о той программе, которую вы там ведете. Это школа министров. Насколько мне известно, за счет этой программы, которую вы... Это ваша авторская программа, которую вы придумали, разработали и внедряете. Получилось существенно улучшить качество государственного управления в Украине. То есть это та программа образовательная, которая идет от НПО, это не государственная служба, это не государственная структура управления, это именно та организация, которая сформировалась снизу. Вы оказали просто... Вы в прошлом разговоре в телефонном говорили то, что вы сами не ожидали того, какое будет влияние у этой организации на те процессы, которые происходят сегодня в государственной службе. Вы можете рассказать в завершении нашего разговора об этой структуре? не только я, потому что эта программа конкретно это я и Виктор Андросиев, которого знают. Конечно. Просто как это было? Был вопрос как всегда, что делать? Никто виноват, что делать, это хорошо. Я предложил сказать, что в таких моментах ключевых во многих странах действовали реформы, которые нацелены на элиту. Например, Дегол создал Эколу Национальной Д'Административной Школы, чтобы создать новую услугу. В Польше тоже создали Краевая Школа Администрации Публичной и просто отбор лучших людей плюс обучение их в сжатой форме, потому что в Киеве не было возможности, но это очень мало времени, очень интенсивно. Но идея какая? Во-первых, разбить у людей, талантливых людей, которые попадают в дистанцию между ними и министрами, а что лучше? Прямо организовать встречи. Входит министр и у него полтора часа, чтобы с этой группой 30-40 человек общаться. Причем этих министров много. Премьер-министров, иностранных, украинских и так далее. Это во-первых. Во-вторых, показать суть системы, потому что люди не имеют понятия, понятия не имеют про основу власти. Но скажу тебе, возьми самую простую организацию. Он, она, два человека. Кто правит? Затрудняюсь ответить. Наверное, он. Всегда правит тот, кто менее заинтересован. Потому что тот, кто менее заинтересован, в состоянии заставить того, кто более заинтересован, делать то, чего сам не хочет делать. С этим сложно, не согласиться. Просто эта система, просто понимание организации, понимание суть, власти, да, и это второе. Во-третье, подход широкий, чтобы человек, который, так как нас учили, мне, как 27-летнего человека, учили видеть государство как целое. Создать генерала системы. Потому что когда человек растет от сержанта через лейтманта, там майора, и когда он генералом будет, ему будет 70 лет. Уже ничего не сделает, да? Человек должен уметь улавливать всю систему государства сразу. Видеть связь между социальной политикой, налогами, обороной и чем-то, чем-то, да? Видеть значение процессов координации, коммуникации, организации. Вот. Это вторая идея. Третья идея открытость. В том смысле, чтобы не бояться смотреть, как решают другие вопросы. Потому что каждый в школу приходит с проектом. Что я бы хотел сделать для Украины? С готовым проектом. И этот проект должен защищать. Все равно этот проект хороший и плохой. Мы не боги, чтобы это оценивать. Но он сталкивался. Получал с одной стороны возможность. Нужны тебе легисляторы? Пожалуйста. Нужны тебе связи? Контакты? Пожалуйста. Эксперты? Тебе нужны. Менторы? Бери что хочешь. Получаешь все. И просто первое меня поразило насколько классные проекты. Но с другой стороны всегда отбрасывали проекты, которые нигде еще не сработали. Потому что основа посмотреть, как это решается. Может быть в Австралии, может быть в Канаде, в Германии, может быть в Казахстане. Кстати, казахский опыт во многих вопросах очень ценный. Очень. Думаю, что вообще эта связь между Казахстаном и Украиной она глубже. Потому что это страны, которые пытаются выйти на уровень реального суверенитета, развития. И многие ваши законы как будто обсуждаются и в Украине. Думаю, что стоит это тоже наоборот делать. Потому что эта синергия этого сотрудничества будет работать. Конечно. Чтобы она лучше работала, я хочу вас спросить. Вы готовы, понимая, с чем вам придется столкнуться в Казахстане в плане политическом, экономическом, социально-экономическом, готовы ли вы подобный проект сделать в Казахстане? Я имею в виду школу министров с тем, чтобы улучшить или повлиять на качество работы государственных структур и на мышление людей. Я, конечно, готов. Я об этом говорил с друзьями из Киевской школы державного управления. просто, люди готовы, когда сказал, что есть сеф банка, которая закончила школу, что есть такая идея, и так далее. Просто люди готовы, просто вопрос смотрите. в Украине это было возможно, потому что любой министр готов был прийти, любой замминистра готов был прийти и встречаться, и говорить, и быть, и разделять знания, и честно говорить. Потому что мы не приглашали в школу человека, который был, например, вице-промьер-министр и все. Если придурок надутый, ну и какая разница, кто он, но завтра будет, не будет, да? Нужно людям, которые готовы прийти и сказать правду, как есть. Это никто, просто мы не боялись говорить правду про то, как есть. если воровство, говорили, да, воровство. Если бессмысленность, да, шефы фирм приходили и рассказывали, как есть. Ну, очень много, ну, просто невероятный опыт. И только имея, да, это общее понимание, можно делать хорошие проекты. Это первое. Второе. Как дальше употреблять этих людей? есть ли у вас спрос на людей, которые с уважением и признанием достижений Казахстана, да, но хотят что-то менять? Или эта система будет пилить, пока не сдохнет? Потому что в Украине такой вопрос. Или будут? Да, но я думаю, что в Казахстане такой же вопрос сегодня стоит ребром. Либо мы будем что-то менять, либо мы придем в тупик, или окажемся на какой-нибудь периферии. Я думаю, я думаю, что на самом деле в коротком сроке это зависит от власти, это могут решать год-два в каком направлении, а потом уже не будут на это влиять, просто невозможно. Короче, с моей точки зрения намного больше энергии надо будет употреблять, чтобы давить эту систему и держать ее консервировать, чем энергии для того, чтобы поддерживать то, что рациональное, просто и радоваться великим, красивым свершениям. Казахстан. Да, гораздо меньше энергии нужно на то, чтобы сделать страну процветающей, демократической, чем на то, чтобы сделать из нее огромный, большой концентрационный лагерь. Я думаю, что мы это уже прошли и к этому мы возвращаться точно не хотим. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я очень вам признателен. Я очень надеюсь на то, что у нас еще с вами будут беседы, потому что такие беседы нам сегодня нужны. Я думаю, что в них нуждается и общество, в них нуждается и государственная власть, которые должны понимать, что происходит не только черпая информацию внутри, но и снаружи от таких экспертов, как вы. Спасибо большое, Петр. Надеюсь на новые встречи. Хорошего вам дня. Будем на связи. До свидания. До свидания. До свидания.